Было время и гироскутер, чаще всего просили, было время телефон, кукла, ла-ла-лупс, кажется, караоке-микрофон, хорошее бесплатное образование просили. Дед Мороз я, настоящий, из глухой, дремучей чащи. Берегись! Оп! Теперь здравствуйте. Давайте знакомиться. Сколько лет Деду Морозу? Ну, значит, 180, если так считать. Но с последнего редизайна 80. То есть, когда мы обновили образ, характер, поведение свое немножечко. Ну и, собственно, выбрали за основу Новый год, а не Рождество. Кто помогает вам читать письма от детей? Google Ассистент. Все очень просто. Мир движется, технологии развиваются, и мы вместе с ними. Где Дед Мороз берет подарки? Интересный вопрос. А где? Ну, что-то сам делаю, что-то покупаю, по распродажам на Алиэкспресс заказываю что-то. Вот. Ну, собственно, так и крутимся. Мне, как Деду Морозу скидки. Так. Как Дед Мороз доставляет подарки? Очень просто. Или это не ответ? Давайте подробнее. В мешке, в мешке, транспортом. Иногда, знаете, подарков много бывает. Не успеваю. Что-то прошу родителей приехать, забрать. Родители приезжают, забирают. И дома это, собственно, прячут до моего прихода. С этим связан некий казус, что иногда дети находят эти подарки. Приходится родителям как-то выкручиваться. Но что поделать? Подарков много. Мне самому все это зараз не осилить. Откуда Дед Мороз знает о том, кто вел себя хорошо, а кто плохо? Родители. Родители. Чаще всего родители говорят, то есть послушным был мой сорванец в этом году. Или плохо себя вел. Иногда мои помощники, зипунишки, докладывают мне, кто особенно плохо себя вел. Или особенно хорошо. Ну, вот, собственно, от этого источника и знаю. Бывали ли случаи, когда Дед Мороз впутал подарки? Да постоянно. Постоянно путаю, постоянно какие-то происходят нюансы. Опять же, с этим связан следующий казус, почему ребенок просит на Новый год айфон, а находит конструктор. Напутал, Дед Мороз. Напутал, но на следующий год обычно исправляюсь. Обычно это я уже запоминаю, стараюсь на следующий год исправиться. Вот. Ну и так по мелочи тоже бывает. Не тому ребенку дашь. Бывает нарочно, знаете, путаю. Бывает. Мальчику куклу даю, а девочке автомат. Топ-3 подарков, которые желают получить современные дети. О, знаете. Времена меняются, и дети растут, и подарки меняются. Каждый год подарки разные. Было время и гироскутер, чаще всего просили. Было время телефон, чаще всего просили. То есть, что популярно, то и просят. Ну вот в последнем году, например, топ-3, это кукла. Ла-ла-лу, кажется. Караоке-микрофон, чаще всего. И хорошее бесплатное образование просили. Да, чаще всего в прошлом году. Такой был подарок. Хотя раньше-то, конечно, дети больше благодарили. Конфетку дашь, и он и радуется. По голове погладишь, спасибо скажет. А сейчас что? Айфон новый. То не это, то не еще. И спасибо-то не так часто уже говорят. Но что, поколение меняется. И стихи, опять же-то, раньше. Поэта учили. А сейчас что? Льдышки мне подмышки. Снежинки мне в ботинки. Ну что это за стихи? Не годится, не годится. На чем передвигается Дед Мороз по городу и соблюдает ли ПД? ПД не знаю, что. ПДД что это? На чем передвигается? На машинах передвигаюсь, конечно. Кто подвезет? Иногда и на своей приходится. Не на этой. Вот. Ну так и ездим. Но он, конечно, на машине. Ну и что-то там соблюдаю, разумеется. Что делает Дед Мороз летом? Ну, лето это у вас, сынок. У меня-то этого лета нет. У меня там всегда на полюсе холод и зима. А что делаю? Ну что делаю? Хозяйство у меня за домом присматриваю. Подарки делаю. Вот. А отдыхаю как? Ну что, когда читаю. Значит, на ютубе, на многие каналы подписан. Смотрю. Свои бывают. Там обзоры игрушек снимаю такого. Ну, собственно, вот так и проводим ваше лето. Занимается ли Дед Мороз спортом? Занимается. Мне кажется, что занимается. И очень интенсивно занимается. Потому что этажей в домах много. Города большие. Расстояние между городами, опять же. Поэтому все это успеть, это уже большие физические нагрузки. Знаете, вот где-то с 20 по 31 килограмм 10 так сходит, я думаю, с Дедом Морозом. Поэтому считается же это за спорт? Считается. Занимается. В каких отношениях Дед Мороз с Санта-Клаусом? В каких отношениях? Да нет никаких отношений. На локациях мы разных работаем. Праздники у нас разные. Мы не пересекаемся, не созваниваемся. И, да, в общем, что в этом говорить. Кто родители Снегурочки? Ну, это большая тайна. Но я с удовольствием с вами ею поделюсь. Значит, кто постарше помнит, что раньше с Дедом Морозом ходил мальчик Новый год? Так вот, мальчик стал подрастать, и мальчик Новый год – это папа Снегурочки. А вторую часть тайны я рассказывать не буду. Получает ли Дед Мороз подарок на Новый год? Если да, то что было самым запоминающимся? Да много получает Дед Мороз подарков на Новый год? Дети-то некоторые, они тоже дарят подарки. Кто рисунок нарисует, кто пряник, кто был с родителями на мастер-классе, как он-то сделал что Деду Морозу. Вот, снег в новогоднюю ночь – прекрасный для меня подарок, очень люблю. Детишки, когда рождаются в новогоднюю ночь, тоже радуюсь, тоже приятный подарок. Почему у Деда Мороза такая длинная борода? Ну, почему она такая длинная, я сам не знаю, но я знаю, что когда я был еще вот таким Дедом Морозиком, она уже была такая. Ну, и это просто стильно и красиво, по крайней мере, в тех местах, откуда я родом. Я регулярно хожу в барбершопы, подстригаю, завиваю. Ну, красиво же, как вы считаете? Ну, и детям-то теплее, то есть она холода не выпускает от меня. Вот, детям теплее. Что Дед Мороз ест? В смысле, чем я питаюсь? Мандарины, мандарины, сладости, ну и, конечно, гречневую кашу, морковку, обязательно фрукты, овощи. Обожаю йогурты. Ананасовые, мандариновые, о, мое самое любимое лакомство. Друзья мои, что бы вам хотелось пожелать в Новом Году? Во-первых, сама встреча Нового Года – это радостное и приятное событие. И приятно видеть в лицах и глазах людей радость при встрече Нового Года, когда люди полностью погружаются в атмосферу праздника. Не только дети, но и взрослые. Поэтому в Новом Году мне бы хотелось пожелать вам хорошего настроения, побольше улыбок, почаще слышать смех своих детишек, своих знакомых. Удачи вам, конечно же. И самое главное – запомните, как Новый Год встретите, так и спать ложитесь. С наступающим!